Привет, народ! Продолжаю снимать распаковки посылок из магазина F-магазин. Сегодня на распаковке пара пакетов приманок от фирмы Акара. Визуально это такие длинные червяки с твистерным хвостом. Длина приманок по 14 сантиметров, в упаковке по 10 штук. И модель этих приманок одна и та же, WV-5. Но, я их тут посмотрел на досуге, выяснилось, что приманки-то на самом деле довольно разные. Кроме того, что они поставляются в разных упаковках. То есть, вот это такого привычного формата, здесь более большого формата. То есть, здесь вот клапан открывается по ширине, здесь вот по высоте. На мой взгляд, по ширине гораздо удобнее доставать такие большие приманки. Здесь уже и тянутся дольше. То есть, на мой взгляд, вот эта упаковка не очень удачная. Озадачивает что? Насколько я понимаю, иероглифы японские. Хотя нигде не написано, что это японские приманки. Вот внизу написано китайскими иероглифами. А вот вверх, по-моему, большая часть все-таки не китайские, а японские иероглифы. Что тоже довольно интересно. Здесь вот тоже японские. На русском языке нет ничего. Так. И еще интересны они чем. Давайте я вытащу их из пакетов на лист бумаги, чтобы было лучше видно. Так. Вот эта вот приманка довольно стандартного типа. То есть, это хороший прочный силикон. С очень стойким химическим запахом. То есть, ни о какой съедобности этой приманки не идет. То есть, это обычный силикон. Еще и довольно с неприятным запахом. Из плюсов хороший цвет. Такой сиреневенький, нежно-сиреневый, с серебристыми и красными блесками внутри. Еще раз напомню, длина 14 сантиметров, довольно крупная. Мне всегда хочется разловить подобные приманки, но почему-то у меня их не клюет. Я покупал разных фирм. Есть берклевские червяки такие же, есть еще там. Вот именно такой формат почему-то у меня никак не заходит. Местная моя рыба никак их не оценивает почему-то. Хотя приманки, на мой взгляд, довольно интересные. В принципе, если 14-сантиметровые червяки не зайдут, то можно легко уполовинить, например, его. И получится нормальный тоже червяк с твистерным фасом. Можно вообще до размеров твистера его дожать. То же самое. Все будет, по идее, работать. Все это, конечно, напоминает американские басовые приманки. Басовых червей таких. Вот эти даже на ощупь другие. Вот здесь эти в каком-то масле находятся. Здесь какой-то другой, не знаю, чем они там помазаны, чтобы не слиплись. И запах совсем другой. Если здесь полностью химический и резкий запах, здесь запах все-таки напоминает нечто ароматизатор какой-то специальный. А не просто случайно получилось. Да. Но все равно химии, конечно, отдают здорово, потому что получается где-то 50 на 50. Здесь полностью химия осталась. Здесь с небольшим количеством аттрактанта какого-то возможно. Ни та, ни другая приманка не соленая. Длина, видите, одинаковая. Но мне вот этот цвет гораздо больше нравится. Вот такой болотный с красными точками. Тоже хотелось бы разловить. Не знаю, получится или нет. Очень неплохо, что их там не по 5-7 штук, как сейчас, кладут в упаковке, а по 10. То есть их много. Не жалко будет такими приманками половить в каком-то коряжнике, поотрывать, потому что стоили они достаточно недорого, а в упаковке их большое количество. То есть есть всегда у каждого свои какие-то приманки, которые 100% работают в любых условиях. Но всегда хочется попробовать что-то новое. И если отрывается новое и то, что еще не жалко, то это не сильно и жалко. А вот когда в расход идут проверенные бойцы, тех вот очень жалко. Так что в качестве таких вот разведчиков и материала для экспериментов такие приманки вполне зайдут. Но опять же говорю, уже не первый раз удивляет то, что Акаровские приманки оказываются в разных упаковках. И те, которые отличаются от вот таких вот больших упаковок, они несколько лучше сделаны. Не могу сказать, с чем это связано. То ли с упрощением производства, то ли пепельносом производства на другой какой-то завод. Вот в такой упаковке приманки получше от Акара, эти похуже немножко. То есть физически-то они одни и те же, но такое ощущение, что сменился несколько материалов. Работать по идее будет и тот и другой, но не знаю, сколько это химический запах будет выветриваться. Довольно сложно рассказывать долго о таких простых вещах. Сами видите, да, форма вполне такая известная, похожая на многие там фирменные какие-то приманки. Но в недорогом исполнении от фирмы Акара. В интересных цветах. Мне оба понравились, я их оба купил. Ну, думаю, надо попробовать все-таки разловить. Скорее всего, для моей щуки они окажутся великоваты, поэтому есть шанс, что я их буду просто уменьшать. То есть, наверное, можно сделать вот так. Это отличный будет размер для моей сегодняшней щуки. То есть, оставить толстую голову, ребристое тело и твистерный хвост. Потому что одной из ловистых приманок у меня являются Lucky John Ballist. Вот что-то подобное получится сделать из акаровских червяков, думаю. Ну, можно попробовать и на длинные. Ну, посмотрим, какие условия рыбалки будут и как щука зимняя на данный момент щука воспримет. Пока еще открытой воды полно, ничего не замерзло толком, кроме прудов. Поэтому, может быть, еще пригодятся и в начале этого сезона, все еще зимнего. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok